Первая партия с продуктами из Китая прибыла в Хабаровск. Из провинции Хэлунцзян доставили рис. Предприниматели краевой столицы получили его с опозданием. Из-за сложной эпидситуации власти Поднебесной долго не открывали навигацию. Сейчас специалисты Россельхознадзора проводят исследование зерна. Репортаж Анны Леоновой. Баржа из Тунцзяна под разгрузкой и под пристальным вниманием получателей. Предприниматели срывают контракты. Рис пересекает российско-китайскую границу с задержкой в полтора месяца. Соседняя провинция Хэлунцзян была закрыта на карантин. Все это время готовые к отправке в Хабаровск продукты стояли на рейде. На таможенном складе первые 200 тонн крупы. В прошлом году поставки риса были полностью заморожены. В этом сезоне коммерсанты заключили контракты на получение сразу тысячи тонн для торговых сетей края. Будем надеяться, что пандемийные времена прошли. Сейчас навигация открыта. В принципе препятствий никаких нет. Груз двигается постоянно. Я думаю, что мы уложимся в положенные сроки. Выращенные на плантациях провинции Хэлунцзян рис. Специалисты Россельхознадзора отбирают для исследований. Доставлено два вида продукции. Каждый уходит в лабораторию. В вакуумной упаковке он идет. Можно выполнить 3-5 лет. Не будет ни портиться. Ничего. Доступность влаги сто тысяч. Мы получаем пробы в сейф-пакетах, которые передает нам Россельхознадзор. Пробы смотрятся на гербологическую экспертизу, энтомологическую и на болезни, характерные для риса. Рис относится к продукции высокого фитосанитарного риска. В случае проникновения на территорию края вредителей, жуков, личинок, семян амброзии, ущерб может быть колоссальным. Данные виды имеют агрессивный характер. Они могут питаться большим перечнем растений. То есть у них очень много растений хозяев. Они прекрасно адаптируются к экологии того региона, где они попадают. Результаты исследований будут готовы через 4 дня. Сразу же предприниматели получат декларации качества продукции. В торговые сети рис поступит только тогда, когда станут известны результаты экспертизы. Но, по словам специалистов, в последний раз крупу, зараженную вредителями, в регион завозили 7 лет назад через пункт пропуска Покровка. Партию тогда полностью уничтожили. Сейчас же китайские партнеры к качеству поставок относятся более тщательно. В речном порту Хабаровска заметное оживление. Почти круглосуточно принимают баржи из Китая. Власти КНР сняли жесткие ограничения на поставки в Россию. Сразу же после риса на отгрузку пошли трубы для нефтезавода, лифты и сельхозтехника. Анна Леонова, Алексей Шабельников. Вести Хабаровск.